Энергетическая независимость не всегда равна экономической выгоде, но должна, по крайней мере, обеспечить суверенитет страны. Литва сделала первый шаг прочь от российского газа. Новые технологии доставки топлива дают возможность отключиться от газовой трубы. Танкер в порту Клайпиды встречал Евгений Эрлих. Евгений Эрлих Продает свой газ Литве чуть ли не вдвое дороже, чем Германии. Как избавиться от монополии? Найти альтернативу. Вот она, огромный новенький танкер с характерным названием «Индепенденс» – независимость. В недрах корабля помещается 3 миллиона кубометров жиженного природного газа. Ровно столько Литва потребляет за год. Танкер Литва взяла в аренду на 10 лет у норвежцев. Плавучий терминал «Индепенденс» станет частью литовской энергосистемы. Специально под него перестроен порт Клайпиды, подведен газопровод. Момент, когда независимость пришвартовалась к берегам Литвы, далее Грибаус Каэты президент страны назвала историческим. И добавила – это победа над «Газпромом». Редкая единодушие, с ней согласны практически все местные политики и бывший министр обороны Раса Юкнявичини. Это будет как раз, я думаю, то, что и спасет нас в будущем от таких проблем, которые сейчас у других государств. Терминал «Индепенденс» – это лишь средство передвижения и хранения жиженного газа. Но где, собственно, брать этот самый газ, если не в России? Литва уже заключила пятилетний контракт с норвежской компанией «Статойл». Северяне ежегодно будут поставлять полмиллиона кубометров. Только этого мало. Возможно, жиженный газ придет из США и Катара. Но пока-то его нет даже на бумаге. Глава Комитета по экономике Артур Скарджус еще вчера выступал с жесткой критикой такой экономики. Правительство потратило почти 400 миллионов евро, а независимость оказалась иллюзорной. Оппоненты обозвали его агентом Кремля. И сегодня депутат Скарджус – сама лояльность. Я не хочу критиковать в этом геополитическом контексте. Это уже критика ни к чему, я думаю. Газ – это политика. Будущее покажет, кто прав, кто нет. Сжиженный природный газ получается из обычного путем охлаждения. Он уменьшается в объеме в 600 раз. Эту жидкость перевозят на специализированных плавучих танкерах. На рынке цена сжиженного газа также плавает то вверх, то вниз. Сегодня в Литве никто не знает, в итоге потребитель заплатит за газ больше или меньше, чем было. Профессор Видмонтас Янкаускас, эксперт по энергетике, считает, что проект обошелся стране в кругленькую сумму. А расплачиваться придется всем литовцам. Немножко получилось, политически получилось все отлично. Потому что политически было решено и быстро построено. Смотря со стороны промышленников, которые считают, а как это получается, сколько это будет, надо платить из моего кармана, получилось, наверное, все-таки дороговато. Денис Тарасенко в условиях газовой независимости живет уже несколько лет. В их доме автономное отопление. Денис сам отвечает за погоду. В данном случае его сын ушел в детский садик, и игрушкам на полу придется закаляться. На каждом батарее есть такой вот регулятор. И если мы сами уходим на работу, то мы можем открутить ее и поставить на ноль. Соответственно, не греется, деньги не идут, отопление не расходуется. Месяц на месяц не приходится. Прошлой зимой в январе он заплатил по счетам за газ 50 евро. Это максимум. А вот его родители 150. У них обычный дом с обычным центральным отоплением. Для пенсионеров Литвы это огромная сумма. Теперь они с тревогой ждут новых тарифов. Но всех успокаивает новый министр экономики. Рокос Масюлис стоял у истоков газового терминала Индепенденс. Он был директором госкомпании Клайпедас Нафта. Ему советовали не ввязываться в войну с «Газпромом». Он ввязался. Советы были, что можно с «Газпромом» договориться. Но наш опыт показал, что эти договоры слишком тяжелы. Слишком тяжелы. И когда нет у тебя выбора, какие тут могут быть переговоры. Сейчас у нас выборы есть. Как бы то ни было, но по факту «Газпром» вдруг снизил для Литвы стоимость газа на 20%. И дал компенсацию цены за прошлый год. Ой, холодно. Так, а мне, пожалуйста, Глинтвейн. Природный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Но его не зря считают... Спасибо большое. ...кислородом современной экономики. Составляющая его цены так или иначе есть во всем. И мы ощущаем его, когда вступаем в товарно-денежные отношения. Хорошо это или плохо, но это факт. Без газа холодно, а с ним тепло. Пример Литвы другим наука. Накануне Нового года Польша обещает сдать под ключ свой собственный газовый терминал. С этим западным соседом Литва планирует объединить инфраструктуру, чтобы больше не зависеть от нравов соседа восточного. Сейчас литовцы тянут в Польшу свою трубу. По ней они обещают в будущем снабжать газом дружественную Украину. Рецепт победы над «Газпромом». Индепенденс. Полный индепенденс. Евгения Эрлих, Михаил Рыжков, Евгений Павлов. Балтийское бюро. РТВАЙ.